здравствуйте друзья я рад вас всех приветствовать на канале дагер сегодня мы будем обслуживать нож который у меня на кармане а сегодня у меня на кармане наверное я уже надоел что у меня на кармане но сегодня у меня как раз таки монах очень полюбился мне этот нож обязательно напишите что у вас на кармане я всегда читаю эти комментарии и так мы с вами монарх я уже ношу довольно таки продолжительное время поэтому да я конечно его протираю но но я его не обслуживал и у нас на канале не было видео где мы разбираем монарх чтобы вы понимали что внутри поэтому я разберу полностью этот монарх обслужу смажу почищу ну и вы как раз таки после посмотрите как собран монарх изнутри давайте приступим итак друзья для того чтобы разобрать монарх вам потребуется простой шлиц и торпс шестерка да я как раз таки сейчас эти действия и произведут для начала мы берем и шлицом открываем отвинчиваем осевые на самом деле чем мне нравится болисунги их на самом деле не так часто надо разбирать и обслуживать по сути я бы его не разбираю но просто хочется вам показать как он собран и что находится у нас внутри и так осевые отвинтили теперь выдавливаем осевой вот раз и два так дальше что у нас тут внутри то есть мы это все почистим и как видите здесь у нас внутри находится подшипники или подшипника керамических и сам непосредственно клинок эти для начала я как раз так сразу почищу клинок его отложим потом в сторону то есть по сути его здесь мы не можем да вот как видите немножко грязи есть а все таки я ножом пользуюсь я не могу там дотянуться а так конечно ножу особо такая чистка нужно если вы хотите но всегда иметь там чистый нож и себе то есть вот здесь мы все вами прочистим когда я буду собирать нож как видите здесь у меня есть масло мы используем моторное масло бордал на самом деле очень хорошо работает для ножей но надо использовать совсем чуть-чуть да я буду собирать я вам покажу так клинок убрали подшипники теперь давайте посмотрим вот у нас плашка как видите здесь крепко осевой а здесь у нас уже шестерка торкс и спейсер я на самом деле давайте ради интереса для вас разберу хотя на самом деле когда вы обслуживаете этот нож разбирать его нет необходимости так мы разобрали ваш пусть здесь как видите вот у нас вот такая вот это новая плашка вот так выглядит у нас банка который закручивает и с другой стороны у нас тут спейсер вот и непосредственно винт обратите внимание да вот это также хотел чтобы вы обратите внимание здесь у нас установлены стальные шайбы почему потому что все таки чтобы керамика да не работала напрямую с титаном чтобы выработка бы было меньше поэтому здесь у нас как раз таки находятся стальные вот такие вот шайбы все упаять собрано шайбы у меня выпали но это не проблема мы когда будем клинок вставлять я как раз таки шайбы также давайте пока сюда их уберем и давайте теперь здесь посмотрим как видите здесь у нас watch да и здесь у нас пружина дайте также открою покажу вам как устроен у нас этот механизм вот такого на у нас длинг который у нас сквозной держит как раз таки и клипсу и рукоять и вот здесь у нас как раз таки так видите как установлена пружина здесь вот давайте вот снимем вот у нас здесь есть отверстие куда как раз таки вставляется вот эта пружина чтобы влач всегда в открытом состоянии находился вот таком вот на таком вот уровне итак начинаем собирать то есть берем вот эту как раз таки сторону там сюда укрепляем спейсер дальше выкрепляем бонкой вставляем банку пейсер так все спейсер у нас закреплен и теперь что мы делаем теперь мы вставляем влач вставляем пружину влач вставляем уже но смотрите здесь вы не ошибетесь здесь у нас сделано дырка видите отверстие поэтому получается когда вы вставляете сейчас положу когда вы вставляете пружину она вставляется вот только по одной в одну сторону только и теперь важно чтобы вот эту часть мы ставили сюда вот здесь у нас наверху отверстие как видите вот так и просунули весь вот этот штифт который как раз таки сверху будет держать и пружину и лач и все у нас будет работать все здесь все готово это мы сейчас добавим когда будем собирать и посредственно уже клинок ну что друзья мы с вами посмотрели как собраны ручки да как функционирует лач да и теперь мы почистим осевые смажем подшипники и соберем полностью нож так 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...